История детской литературы не так велика. Только в 19 веке на смену народным сказкам, заботливо собранным и пересказанным, приходит сказка литературная, авторская. И у истоков этого жанра стояла английская писательница Эдит Несбит, которая 15 августа исполнилась 165 лет со дня рождения. Она стала первооткрывателем детской прозы о приключениях. Ее собственная жизнь едва ли не столь драматична, как и ее странные сказки и приключенческие повести. Жила-была девочка, звали ее Эдит Несбит. Жила она давным-давно, в 19 веке, когда комнаты освещали свечами и ездили в экипажах, запряженных лошадьми. Эдит всегда с неплотой вспоминала детство и свою дружную большую семью. Вместе с братьями она могла часами играть в волшебные города и страны. Воспоминания, приобретенные в детстве, она позднее отразила в своем творчестве. У Эдит Несбит рано обнаружилось поэтическое дарование. Ее талант отмечал даже Оскар Уальд. Из детства у нее появилась мечта стать великим поэтом, как Шекспир. В 15 лет она показала свои стихи матери, и та отнесла их знакомому редактору. К восторгу юной поэтессы стихи напечатали, и Эдит получила свой первый гонорар. Творческую деятельность писательница начала уже в статусе замужней дамы. Ее юношеские увлечения переросли в профессию и работу. Один издатель предложил ей написать небольшую повесть о своем детстве. Несбит хотела сделать свою книгу интересной и живой, чтобы она действительно могла увлечь ребенка. В то время самой популярной книгой был «Золотой возраст» Кеннета Грэмма, в основу которой легли детские воспоминания писателя. Описываемые там события оценивались с позиции взрослого. Несбит решила написать свою историю в духе Грэма, но как бы от лица самого ребенка. Писательница хотела, чтобы ее юные герои вели себя естественно, так как они бы вели себя в реальной жизни. Книга Несбит, в итоге получившая название «Искатель и сокровищ», вышла в 1899 году. Главные герои книги, шестеро братьев и сестер, желая помочь отцу, предпринимают всевозможные попытки улучшить семейное финансовое положение, что чаще всего заканчивается для них разного рода неприятностями. Эта веселая книга принесла писательнице большой успех. Книги автора стали бестселлерами. В числу самых востребованных произведений автора для детей относятся «Заколдованный замок», «Дети железной дороги». Роман был написан под впечатлениями от увлечения старших братьев железной дорогой, которая строилась за домом семьи Несбит. Пятеро детей и чудища и искатели сокровищ, которые были посвящены дочери Ирис и сыну Фобиану Несбит. История амулета. Здесь читатели вновь встречаются с неутомимыми искателями приключений. На этот раз дети становятся обладателями половинки древнего амулета. В поисках второй его части, затерявшейся в веках, они совершают головокружительные путешествия в прошлое. Феникс и ковер. В этой книге вас ждет забытое сокровище. Огненная птица Феникс, грабитель, волшебный ковер, 199 персидских кошек и многое другое. Несбит – автор, соавтор более 60 произведений художественной литературы для детей, некоторые из которых были адаптированы для кино и телевидения, и 11 романов для взрослых. Несбит изменила подход к литературе для детей. Она делала героями своих повестей своих современников, которые находят волшебство в самой обычной реальной жизни, сталкиваются с магическими предметами или даже попадают в фантастический мир. Англичанку Эдит Несбит можно назвать первым современным детским писателем. Ей удалось создать настолько интересные истории, что ими зачитывалось не одно поколение детей. Клайв Льюис, подаривший миру хроники Нарнии, называл Несбит одним из своих любимых писателей. А Джоан Роллинг, создательница Гарри Поттера, в интервью призналась, что чувствует родство с Эдит Несбит и посоветовала всем детям читать ее книги.